Ротация колёс. Для начала давайте выясним одну непреложную истину. Изнашиваются все шины – и дорогие, и дешёвые. А вот снизить скорость стирания рисунка протектора можно. Что же для этого нужно делать? Первое – контролировать давление в шинах. Второе – следить за исправностью всех узлов и агрегатов подвески. Третье – своевременно производить балансировку колёс примерно каждые 10-15 тысяч километров пробега. Четвёртое – проверять углы установки колёс, то есть развал схождения примерно каждые 15-20 тысяч километров пробега, а при необходимости производить их регулировку. Также продлить срок службы шин может своевременная ротация колёс примерно каждые 10 тысяч километров. Для чего же нужно производить ротацию колёс? Для того, чтобы сделать износ более равномерным, поскольку покрышки на передней оси изнашиваются быстрее, чем на задней. Причиной тому ось автомобиля приходится до 60% общей массы вашего авто. Есть и другая, не менее очевидная польза от ротации колёс. Шины с одинаковой глубиной рисунка протектора обеспечивают более высокий уровень безопасности и комфорта. Это особенно важно, если речь идёт о сложных погодных условиях, ведь наиболее изношенные шины имеют большую склонность, как во планировании. Для большинства автовладельцев подойдёт самая простая схема ротации колёс, когда заднее правое колесо меняется местами с передним правым, а заднее левое местами с передним левым. Это, естественно, будет работать, если у вас не нарушены углы установки колёс, если у вас исправна подвеска и если у вас передние и задние шины совпадают по типоразмерам. Ну а если вы любите агрессивную езду, часто ездите на большие расстояния и с большой загруженностью своего автомобиля, то для вас есть несколько более сложных схем. Идеально, если для определения схемы перестановки колёс, вы воспользуетесь сервисной книжкой вашего автомобиля. Но вы вполне можете воспользоваться и одной из схем перестановки колёс, не требующей снятия шин с дисков, исходя из типа рисунка протектора. В случае с асимметричным ненаправленным рисунком протектора, где лицевую сторону диска нужно совмещать с маркировкой Outside, это сделать проще всего. Ведь откуда и куда вы колесо не переставляете, даже малейшей вероятности что-то перепутать у вас просто нет. Для таких шин существует три типа ротации. Первый способ подходит для любого типа привода автомобиля и наиболее предпочтительный для полноприводных автомобилей. Его суть в том, что заднее правое колесо меняется местами с передним левым, ну а переднее правое меняется местами с задним левым, то есть как бы крест-накрест. Именно таким образом и достигается максимально равномерный уровень износа рисунка протектора. Второй способ подходит для автомобилей с задним и полным приводом. Его суть заключается в том, что задние колеса переставляются на место передних. Заднее правое на место переднего правого, заднее левое на место переднего левого. Ну а передние колеса переставляются назад, но по диагонали. Переднее левое на место заднего правого, переднее правое на место заднего левого колеса. Ну и третий способ. Он предназначен для автомобилей с передним типом привода. Его суть заключается в том, что передние колеса ставятся на место задних. Передняя правая на место заднего правого, передняя левая на место заднего левого. Ну а задние колеса ставятся на место передних, но по диагонали. Задняя левая ставится на место переднего правого, задняя правая на место переднего левого. Ротация шин с симметричным ненаправленным рисунком протектора абсолютно идентично вышеописанным способом с асимметричными ненаправленными шинами. Отличие только одно – при установке шины на диск не нужно учитывать внешнюю и внутреннюю сторону шины. Симметричный направлен рисунок протектора шин. Ротацию шин с таким рисунком протектора, установленных на диск, можно производить только одним способом, меняя передние и задние колеса местами. То есть, передняя правая на место заднего правого, передняя левая на место заднего левого. Ну, а если ротацию производить при сезонной смене шин, то есть, когда мы перебываемся на, например, летние или на зимние шины, то мы вновь возвращаемся к трем вышеописанным способам. Для разновеликих шин, которыми зачастую оснащены спортивные автомобили, для симметричных ненаправленных и асимметричных ненаправленных шин существует только один способ ротации без снятия шин с диска. Это когда на одной оси шины меняются местами. Правая с левой на задней и правая с левой на передней. Но если у вас симметричные направленные шины, то их ротация без шиномонтажных работ невозможна. Также в ротацию можно включить и запасное колесо. Это поможет продлить срок службы шин на 20%. Однако в реальности такой способ практически не используется, потому что во многих современных автомобилях запаски либо нет вовсе, либо вместо нее используется малоразмерная докатка. Ну, а если запасное колесо и совпадает по размеру с вашими основными колесами, то скорее всего оно отличается либо по типу диска, либо по типу шины. Но если запасное колесо у вас абсолютно полностью идентично, то его ротация может быть очень даже полезной. Хотя и способы ротации тут не такие уж и очевидные, как в предыдущих случаях. Первый способ. Переднее правое колесо убирается на место запасного. Запасное устанавливается на место заднего правого. Заднее правое колесо устанавливается на место переднего левого. Переднее левое устанавливается на место заднего левого. Заднее левое устанавливается на место переднего правого. Второй способ. Запасное колесо устанавливается на место заднего правого колеса. Заднее правое устанавливается на место переднего правого. Переднее правое на место заднего левого. Заднее левое на место переднего левого. Ну, а переднее колесо убирается на место запасного. И снова такой способ работает только для симметричных ненаправленных или асимметричных ненаправленных шин без снятия с диска. В остальных случаях нужен шиномонтаж. Кстати, именно во время шиномонтажа и сезонной смены шин проще всего производить ротацию колёс. Чтобы не забыть, какое колесо где было установлено, можно купить специальные чехлы, на которых есть метки. Ну а можно попросить мастера шиномонтажа оставить метку специальным мелом на колесе сразу же после снятия. Понравилось наше видео? Хотите знать больше? Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, оставляйте комментарии и, конечно, большой палец вверх.